доброе утро всем это когда вы будете смотреть доброго дня сегодня вам хочу рассказать про то про свои ощущения и вообще про отзывы группы в которой мы работали с травмами поколений я как всегда все равно все сначала испытываю на себе если можно так сказать испытываю но смотрю на себя на свои реакции что со мной происходит как происходит и конечно травма поколений тема очень серьезная оказалось гораздо серьезнее чем можно было предположить в моих постах предыдущих описано с чем мы работали как мы работали поэтому здесь я глубоко погружаться в это не буду и тяжесть в чем была тяжесть была и на уровне физики и на уровне эмоций снились близкие по роду которые ушли бабушки дедушки было вот это состояние каких-то слез постоянных прям действительно было тяжело на душе потому что отрабатывались на энергетическом уровне вот эти состояния которые были заблокированы которые мы иногда воспринимали от своих родителей даже не иногда зачастую как черствость как нелюбовь к себе но после проработки многие вещи встали на место даже после прочтения статьи о травм о травмах поколений уже многое стало понятно почему наши мамы с нами где-то там любви нам не додали сейчас очень такая распространенная так скажем модная тема обсуждать это что вот все проблемы из детства но они действительно из детства но восприятие это наше когда мы взрослые должно быть адекватным а когда мы обвиняем наших родителей в том чего они нам дать не могли потому что не имели этого сами то естественно все это деформируется у нас какие-то на пустом месте возникают эти травмы иллюзии наши бабушки прабабушки прадедушки пережили действительно травмы мы уже этого ничего не пережили мы жили в лучших условиях у нас уже все хорошо по сравнению с тем какие испытания вот эти все с этими историческими событиями они прошли и поэтому становится все понятней и что сейчас я чувствую вот вообще после этой проработки я стала чувствовать чувство то есть раньше например какие-то моменты вот смотрю кино и такая боль внутри вот тема какая-то откликается и такая боль внутри такие слезы горькие сейчас да я могу в кино действительно прослезится пошла тут на короля льва так мне хотелось порадовать своего внутреннего ребенка я действительно пролила там столько слез но это были слезы какие-то такие детские я не знаю это были очень приятные такие слезы они не нанесли боли а вчера мы с мамой ходили на фильм тогда русского одесса это 70-е годы одесса юрийская семья я не знаю мне настолько сейчас нравится ходить в кино знаете как будто видимо проживать вот эти чувства у меня как будто какой-то голод вот на эти чувства и не обязательно что это там радость счастье просто вот наши человеческие чувства вся вот эта гамма в фильме показана семья еврейская семья и вот эти 70-е годы и вот эти трудности и как в семье отношения складываются и какие-то там скандалы и проблемы и как они решали эти вопросы как решали проблему фильм про жизнь ну моя мама и сейчас 70 лет и как раз 70-е годы это было ее молодости и музыка и это эти темы все господи как и было приятно это все смотреть мы с таким удовольствием посмотрели фильм и вот эти вот чувства которые я пережила вот я прям поняла что мне нравится это чувствовать и вроде бы все хорошо все в порядке и тут вдруг всплывает тема обиды на свекровь она пошла опять же из рода когда род когда допустим счастливый хороший успешный рот в роду много людей которые имеют ну там и и выдающихся личностей каких-то деятелей искусства и науки но успешные люди и вдруг у них дети ну не то что как вот гордот на детях гения природа отдыхает далее что тут какая то есть такая фраза на самом деле это все не так я эту тему исследовала своими методами и что у меня получилось что вот этот канал который родовой идет он так продолжает передавать своим потомкам вот эти родовые ну вот эти качества наработанные родом силу характера силу духа вот эти вот ну не запросите в мозги какие-то выдающиеся тему таланты и почему-то на детях этого не отражается дети могут быть алкоголиками наркоманами просто какими-то людьми ну знаете ну неудачниками что ли по жизни а почему так оказывается это просто банальная обида на мать или обида на свекровь и допустим вот у меня да мне со свекрови очень повезло как то вот так жизни сложилось что нет никаких обид наоборот у меня две женщины были такие как я могу назвать свекрови прекрасные отношения вот просто очень теплые но моя мама свое время была очень обижена на свою свою кровь и моя мама была в свое время очень обижена на свою мать я тоже была обижена долгие годы на свою мать пока что-то не поняла для себя и не осознала много вот этих проработок было и вот сейчас эти травмы поколений очень много открыли вот этих вот скрытых каких-то моментов которые были неосознанны и вот когда мама неважно вы обиделись на свекровь ваша мама или мама вашей мамы неважно кто в роду это сделал вот тот кто обиделся и не понял благих намерений которые все мы мамы ну может быть не все мамы ладно мы все друг другу желаем только добра ну я не есть люди там как часто модно говорить токсичные какие-то желчные злые люди но есть ну есть она их их все-таки меньшинство и в основе всего лежат эти благие намерения помочь сделать как лучше и когда получается как-то не так мы сразу обижаемся сразу там все привет конфликт знать тебя не хочу все вот такими действиями поступками вместо того чтобы понять что человек тебе хотел помочь для чего этот урок тебе нужен это же у тебя это произошло это же ты обижаешься значит твоя реакция разбирайтесь с этими реакциями но когда мы начинаем обижаться на своих неважно каких предков отцов матерей все мы перекрываем этот канал себе самое ужасное своим потомкам и получается что смотрите мама мать материя дать деньги отец это достаток этих денег то есть когда у нас с отцом не очень хорошее отношение а с матерью хорошо деньги нам приходят но они знать у нас как бы не накапливаются никак сквозь пальцы уходит как вода в песок чтобы ты не делал денег вот тут вроде денег много и денег нет вот это вот все взаимоотношения знаете на на ум приходят такие моменты которые связаны с ну допустим семьи семьи успешных людей вот допустим михалков и посмотрите какие они какие дети с поколения в поколение они уважают своих родителей почитают своих родителей относятся с уважением почтением друг другу видимо отношения в семье складываются хорошим образом я думаю что вы найдете такие семьи в которых все хорошо из поколения в поколение и допустим почему-то вспомнилась царство небесное людмила гурченко в конфликте с дочерью было что там у них произошло дочь все канал и перекрыт да хотя мать такая талантливая все было и показывать когда по телевизор я лично не знаю этой истории могу сказать только потому что я вижу по телевизору конечно там кошмар и таких примерах посмотрите вокруг себя просто те люди у кого плохие отношения с родителями с родителями своими с родителями с родителями ну вот там свекров или там с тещей посмотрите как у них складывается жизнь а всего-то надо понять их и все и просто относиться по-другому и узнаете тоже сейчас вчера мама приходила ко мне в гости первый раз она живет другом городе пришла ко мне я знаю что она не очень довольна моим выбором квартиры ну жилья моего я думаю сейчас придет будет говорить вот у тебя тут у тебя тут все ля 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 что это и вот моя реакция раньше я бы так не поступила я бы скорее всего обиделась на нее затаилась бы такая промолчала проглотила нет какая была моя реакция это когда ну так хорошо понравится и не понравится и это ее право она имеет право высказать свое мнение вообще просто его иметь и зажиматься и напрягаться и как-то там нет смысла надо дать возможность это ее право сказать им мне нравится я выбрала это жилье для себя это мой выбор это мне нравится и поэтому мнение других людей даже моей мамы это просто их мнение и все они имеют на это право что вы думаете пришла мама искала господи все хорошо я думала все гораздо хуже вот результат но и больше не хочу вот это все дальше размазывать как говорится по тарелке сегодня я вот буквально сейчас запишу мысли форму по трансформации всех вот этих обид на свекрови на матерей на наших там бабушек прабабушек еще на кого-то на трансформацию этих обид в положительные эмоции в доброту в принятие это мысли форма будет аудиозапись в группе ватсапе поэтому если вы хотите это бесплатно конечно я провожу много каких-то там там по активизации ауры с цветами работы это за деньги но это все объявляю все суммы называю поэтому в группе мы переписываемся мы обмениваемся своими состояниями как мы это прожили что прожили и после того как мысли формы прослушаем естественно там будет ну мы обменяемся состояниями я что-то подскажу что-то может быть даже подкорректирую если это потребуется поэтому в группе ватсап вступайте по телефону плюс 7 921 954 94 78 под этим видео я размещу все контакты и приглашение в группу вступайте даже если вы вступите чуть позже я пришлю вам запись мысли формы всем желаю хорошего дня любить своих родных и близких понимать их и помнить всегда что они желать нам только добра это только лишь наше восприятие того как что они нам говорят это лишь наше болезненное восприятие я надеюсь что она у нас исцелится и все будет хорошо всем всего доброго